Мы долго обсуждали и приняли правила по благоустройству. Этот процесс был два года. В этом своде правил по благоустройству, куда мы лучшие практики внесли. Что использует Москва, что использует Казань. Мы долго обсуждали. Больше 30 рабочих групп было проведено. Дискутировали, спорили, возвращались назад. Когда год велась работа, мы это приняли. Обсуждалось на всех площадках. Один из сводов – дизайн-код. Я не буду сейчас какие-то акценты делать, но я хочу, чтобы мы ушли от каких-то 90-х. Просто ушли ищем. Был мораторий на дизайн-код. Мораторий закончился. И закончился он еще летом. Я просто хочу еще раз вам обратиться. Потому что многие сделали в соответствии. Некоторые даже не приступали. Я понимаю, что такое вести бизнес по франшизе. Но я говорю, чтобы эти буквы были не вот так вот, под пол. Никто не предъявляет претензий к цветовой гамме. Я говорю лишь в этой части про размерность. Потому что когда вы все в одном ряду, и каждый хочет быть индивидуален. А индивидуален – это значит громче, ярче. И как ты знаешь так вот, чтобы из общего ряда выделиться? Мы всегда помним осень 16-го года, когда Михаил Солчушев сказал, по инициативе Вячеслава Викторовича Володина была сделана вот эта реконструкция улицы Лужская и улица Октябрьская. Соединение проспектировало с набережным ветром Волга. И вот этот успешный наш опыт, он послужил тем основанием, что в городе Саратове после Москвы и Казани состоялся в органистический форум у нас в 17-м году. Ну, успешно прошел форум, выдохнули, посмотрели. Значит, наши предприниматели сказали, что, ребята, ну этот дизайн-кут, он не устраивает всех. Он не устраивает по той причине, что он не описывает очень массу ситуаций, которые встречаются только в Саратове. Очень много вопросов было по торговым центрам, по крышным конструкциям. У нас есть специфика, наша Саратовская, у нас очень много, значит, помещений, предприятий обслуживания находятся в сокровенных и подвальных этажах. Есть очень много помещений, которые находятся во вторых этажах зданий. И все эти вопросы, они были описаны как раз во всех предначальных проектах. Много было замечаний, все эти замечания были отработаны, все они были учтены. Здесь, пожалуй, 99% вопросов, которые поднимали как приниматели, мы пошли на встречу, и все эти, на все их пожелания включили в эти новые правила. В связи с этим администрация города Саратов, совместным Саратовской городской думы, был инициирован вопрос о административной ответственности за соблюдение правил благоустройства по разным направлениям, включая и направление выездок. Дело в том, что в соответствии с положением федерального закона 131 ФЗ, все муниципальные правовые акты, которые принимаются на территории того или иного муниципального образования, они обязательны для исполнения. За неисполнение муниципального правовых актов предусмотрена административная ответственность, она установлена за законным субъектом. В этой связи в апреле 2019 года депутатами Саратовской городской думы в Саратовскую областную думу был внесен закон об инициативе по установлению административной ответственности за данные ВИБРК, в том числе за несоответствие вывесок, предусмотренных правилами благоустройства. Этот законопроект также долго и тщательно обсуждался, как и сами правила. По сути дела полгода он проходил множество рабочих групп, обсуждений на различных площадках, общественное обсуждение, прошу процедуру регулирующего воздействия. И в настоящее время мы пришли к точке, когда законопроект находится в финальной стадии. 13 ноября он был обсужден уже на заседании профильного комитета Саратовской областной думы, и в настоящее время запланировано принятие на ближайшее нее заседание, которое запланировано на 20 ноября. В этой связи мы хотели бы обратить внимание на ряд моментов. Что предусматривает данный закон? Данный закон в последней редакции предусматривает административную ответственность для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение требований правил благоустройства в части вывесок. При этом в результате обсуждений мы пришли к следующему, что при первоначальном привлечении к административной ответственности для всех субъектов будет предусмотрено предупреждение. То есть штраф административный будет налогаться во второй раз, в третий и в последующий. В первый раз будет предупреждение. Мы пришли к тому, что сумму штраф существенно снизили практически в три раза по сравнению с тем, которые были внесены изначально нами. Это было сделано по инициативе предпринимателей, предпринимательского сообщества, торгово-промышленной палаты. Но тем не менее штрафные санкции в этом законопроекте оставят. И я бы хотел их озвучить, чтобы у всех было понимание. Значит, помимо предупреждения, о котором я уже сказал, на должностных лиц будет предусмотрена ответственность в виде штрафа от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц от 15 до 30 тысяч рублей. Значит, после принятия данного законопроекта, как мы планируем, на уровне муниципального образования города Саратов будут определены должностные лица, которые будут составлять протоколы по данному виду правонарушений. Этими должностными лицами будут должностные лица управления муниципального контроля, созданного у нас в городе в этом году. Также будут наделены полномочиями сотрудники администрации районов и комитета по архитектуре. Рассмотрение дел об административных правонарушениях планируется административной комиссией, созданной в муниципальном образовании города Саратов. Есть ли какие-то у вас пожелания или вопросы? Все не в силах весь дом делать. Вот Воронки в ТСШ писала письма, бесполезно. Никакого ответа, ничего. Все-таки фасад портится, портится здание. Давайте вместе с вами, вот вы правильно говорите, никто не ставит цель, имея в собственности или в аренде часть лежевых помещений первого этажа, нагрузить фасад четырех-пятиэтажного здания, даже если он у жилого. Совершенно правильный вопрос. Работа управляющей компании. Здесь Алексей Николаевич, я слушаю. Мы на самом деле хотим навалиться в следующем году по погодным условиям подготовиться, потому что, еще раз повторюсь, там памятники, у памятников есть тоже регламенты, но тем не менее, вот это зимние месяцы, мы хотим расшить эти вопросы, и чтобы у нас с весны и в лето была возможность привести в порядок то, о чем вы говорите. Да, Алексей. Хотелось бы узнать о режиме проезда автомобиля, который обслуживает предприятие работочного происхождения. Вы как-то говорили о том, что, наверное, разрешите ездить и по граммам какого-то часа, поэтому проспект готов, хотелось бы узнать о режиме. У меня предложение, давайте во вторник вместе со Зладновой пригласим сюда, Зладновая, это моя заместитель, которая тоже вот этим вопросом и занимается, мы пригласим ГИБДД, у нас уже, мы касались этой темы, глава района, Максима, как правовика, пригласим, и еще раз, если вам не будет сложно, мы здесь же соберемся и эту тему обсудим и поставим точку. Мы, условно, сегодняшнего, со вчерашнего дня жестко пойдем по городу в рамках нормативных и законодательных актов и наших возможностей. Спасибо вам большое за встречу.